Дело в том, что такая ситуация, на данный момент рынок перестраивается, идет реконструкция рынка. Директорам рынка предложено, что пока идет реконструкция рынка, продавцы вынуждены стоять по аллейке торговать, будет перестроен рынок, потом будут предоставлены торговые места, зайти в рынок и торговать. На данный момент, на сегодняшний день, в рынке торговых мест нет, рынок еще перестраивается и нас дорожки тоже убирают. Мы вынуждены выйти сюда на проспект Ленина, для того, чтобы перекрыть дорогу, чтобы нас услышали. Нам просто некуда деваться. Нам некуда деваться. Мы оформляем, потому что через год он не ездил, мы не законы. А теперь он стороне получается. У вас есть учительного рынка? Есть. Лично мы ее выжим. Дело в том, что нужно, если есть какие-то претензии к похищению, к распозарению ваших средств. Вы не о том говорите. Подождите. Здесь об этом не идет. Вы не о том говорите. Вы прислушайте меня для начала. Если у вас есть какие-то факты о составе каких-то правонарушений ваших, вы уполномочены написать заявление на нас. Это первое. Второе. Надо идти или на прием, или к подъем, или к кремнирую. И не письмами, а встречаться, разговаривать. Не только в решении диалогов. Можно что-то добиться своих правил или каких-то разрешений. Но это будет же время. Сегодня с утра мы здесь в Солки. В том году мы вот ими. Хорошо. Друг Солки. Солки. Моторная. Копейка нам дает разрешение. Стоят нам здесь. Я еще один вопрос. Сейчас городом руководит Крыльевик Владимир Владимирович. За мысль. А что так? Ну, кто так? Сегодня. И пойти к нему. Встретитесь с ним, конечно. Вы ничего не добьетесь. То, что вы прикрыли. Да, вас услышат. Но. Дюмин Анатолий Григорьевич собрал собрание. Пригласил предпринимателей. Пригласил работников торговли. Для того, чтобы открыли рынок. То есть свои киоски, павильоны на рынке Украина. На данный момент рынок перестраивается. Строятся павильоны. И он предложил павильон. 5 тысяч 1 квадратный метр. То есть за 1 квадратный метр 5 тысяч. Сколько в среднем размер павильона? Ну, если 10 квадратов, то 50 тысяч гривен. Это самый маленький. Да. Я лично сама, я тоже хотела построить там рынок. Простите, павильон. 2 на 3. Мы посчитали дома 15 тысяч гривен. Это сразу было. Без всех работ. То есть без пола, без ролетов. Это отдельно идет обладать. То есть сама коробка получается 5 тысяч гривен. 5 тысяч гривен за квадратный метр. И потом все равно платить аренду и плату надо? Да. Потом еще аренду. Вот там зависимости от того, какой метр. Страночные, большие. И включить еще сто. Стой сам, за свой счет построить магазины. А потом каждому индивидуально. Кому полторы тысячи, кому две тысячи аренда. Сейчас, которые люди заплатили деньги, построили, создали сбоку, они зайти туда не могут. Там термобудки неправильно построены. Жара, солнце, дождь заливает. Они вот сейчас платят две арендные платы. В рынке, что просто они внутри стоят. И за свой киоск, который уже построен. А зайти в киоск, они не могут. Там невозможно находиться. Иными словами, получается следующее. Вы строите за свои деньги и плюс платите аренду. Продолжение следует...